Ну что же, потихоньку начинаем. Я вижу знакомые имена среди участников. Надеюсь, что сегодня не разочарую даже опытных пиарщиков, потому что мои, на самом деле, сегодняшние рассказы будут скорее связаны с личным моим опытом, весьма недавним. Вот, я вам никакую книгу, к сожалению, не начитаю, но опытом своим поделюсь, безусловно. Я представлюсь еще раз, чтобы было понятно, на слайде имени не указала, видимо, не подумала об этом заранее, но представлюсь. Меня зовут Кристина Покрытан, я пиар-директор благотворительного фонда «Нужна помощь». И работаю я на этой позиции меньше, чем полгода. До этого я работала в бизнесе, и, может быть, кто-то из вас слышал уже мой вебинар тоже в программе «Перспективы» по работе с бизнесом. С удовольствием буду рада эту тему тоже продолжить, если у кого-то будет интерес. Пожалуйста, если вам несложно, напишите, у кого есть желание, кто из вас занимается по работе пиаром, а кто делит эту функцию с чем-то другим. Это мне понадобится, чтобы как-то выстроить, структурировать наш разговор более, наверное, практически. Можете писать прямо в ветке переписки в чате. Ну что, я, наверное, начну и делюсь руководством организации. Да, я так и поняла, что у нас здесь будут люди, которые, к сожалению или к счастью, но функцию пиара с чем-то делят. У меня получается это все-таки выделять в отдельную роль, поэтому несколько легче справляться с обилием задач. Но я заранее приношу извинения, потому что я буду говорить все-таки о функционале полного такого пиар-человека, который все-таки 24 часа в сутки занят именно этим. Вот, понятно, что на практике зачастую приходится какие-то компромиссы в работе искать. Вот, поэтому будем каким-то образом выходить из ситуации. Вот, а я пока расскажу о том, как это все устроено, например, в моей жизни. Тему я специально назвала немножечко провокационно. Все, как я люблю. Сделайте мне вкусно, быстро и бесплатно. Я думаю, что многие из вас эту фразу привыкли слышать. Может быть, не теми же самыми словами, но она характеризует, в общем-то, какой запрос вы, как правило, получаете. Либо вы сами себе его формулируете, потому что все мы привыкли к реалиям жизни в некоммерческой организации. Либо нам формулируют такой запрос руководитель, попечительский фонд, не знаю, какой-то совет, который рядом с нашим фондом существует и задает определенный тон. Вот, и мы, собственно, с вами сегодня будем говорить ровно про то, как справляться, не почему так жизнь тяжело сложилась, и почему мы, нас не пять человек на пиаре, и каждый занимается своей функцией. Кто-то социальными сетями, кто-то работой со СМИ, кто-то работой с печатной продукцией, с издателями, с кино, с чем угодно. Мы будем говорить все-таки о более общей роли, вот, и скорее о том, как с этим со всем справляться. Я пытаюсь понять, как мне переключать слайды. Простите сразу за неумелость. Вот, отлично. Ну что, я предлагаю сначала разобраться в понятиях. Давайте определим с вами быстро и вкусно. И я здесь, коллеги, еще раз призову, я постараюсь как можно быстрее пройтись по тому, что я подготовила, потому что мне интереснее гораздо отвечать на ваши вопросы. Тем более, что, кто знает, вдруг то, что я подготовила вам прекрасно известно и так, а вопросы вы будете задавать, безусловно, о самом насущном. Поэтому по терминологии пройдемся и по самым таким базовым моментам жизни пиарщика в организации. Быстро. Что такое быстро? На самом деле, быстро определяете вы. Если вы чувствуете, что у вас не было силы, времени на разработку пиар-стратегии, и вы не готовы самому себе представить календарь событий, в которых вы хотите выступить, как партнеры, как информационные какие-то коллеги, сотрудники, как экспертная поддержка события, либо попробуйте все-таки уделить этому время и составьте себе календарь таких событий, чтобы быстро для вас скорее сводилось к быстрому реагированию на воспоминания о том, что вот завтра у нас классное событие, мы как раз его включали в перечень того, где мы хотим поучаствовать, давайте соберем команду и попробуем к нему подготовиться. Потому что, как правило, мы живем в ситуации, когда мы не отслеживаем ничего заранее, у нас нет никакого планирования, и мы внезапно осознаем, что завтра, например, проходит показ фильма, непосредственно связанного с нашей тематикой, а мы его совершенно прошляпили, и вот думаем как бы оперативно и аккуратно в него вклиниться. К сожалению, не всегда получается это сделать в последний момент, поэтому мой первый совет, если уж делать быстро, то точно готовиться к этой быстроте, чтобы условно у вас уже были по меньшей мере контакты. Например, если уж мы говорим про кино, компании прокатчика, которая этот фильм прокатывает, режиссеров, какой-то съемочной группы, продюсера, возможно, этого фильма, хоть кого-то, с кем вы можете оперативно обсудить и договориться, что завтра вы бы хотели выступить в этом событии вместе, и тогда вам нужно просто определить условия, на которых вы это делаете. По поводу вкусноты. Это тоже очень болезненный вопрос, потому что никто никогда не может до конца понять, каким мы хотим себя представить с точки зрения пиара. Это тоже, на самом деле, вопрос, который вам нужно решить с самого начала, потому что вкусность, на самом деле, это не только про пройтись в красивом платье, по красивому подиуму и привлечь как можно больше селебритис к организации. Вкусно, на самом деле, это конгруентно, то есть совпадающе по посылам, по месседжам, по тому, что вы хотите сказать. Если у вас каждый раз красивое платье, но совершенно непонятно, чем занимается фонд, то, наверное, это не самый лучший пиар. Поэтому, когда вы готовитесь к любому событию, любой пиар-истории, обязательно продумайте, насколько она отражает вас, насколько вас готовы видеть в роли партнеров кинофестиваля, либо же, скорее, вам стоит продолжать бегать за беги и плавать за плывы, потому что это ваш фонд, и это то, с чем вы ассоциируетесь. Либо же, если вы хотите выходить на какое-то новое событие, обязательно продумайте, чем вы будете это сопровождать, как вы подстелите под это определенный смысл. Дальше будем разбираться на примерах, как это делать. По поводу бесплатности. Я призываю вас обязательно, это на самом деле самое приятное, что я сегодня скажу, бесплатно на самом деле, никогда не бесплатно, и это стоит помнить. Фонды обладают колоссальным набором ресурсов, про которые часто не задумываются. Мы, как правило, думаем, что если нет какой-то лежащей рядом пачки денег, желательно кэш, с которым мы можем быстро организовать любой красоты и любого масштаба мероприятия, значит, мы обделены. Совершенно нет. Во-первых, у нас есть определенный брендинг, который заложен даже не в вашей конкретной организации, о которой присущ сектору. Я сейчас говорю именно про положительный брендинг, не про вопрос мошенничества, не про зрачность и недоверие, это отдельная часть беседы, которую, я думаю, нужно очень четко разделять. Если мы говорим про пиар, то здесь стоит отдавать отчет себе в том, что благотворительный фонд все-таки ассоциируется с определенного рода ценностностью. мы создаем ценности, мы занимаемся профессиональной помощью тем, кому никто не умеет помогать, никто другой не сможет за это взяться и сделать это лучше, чем вы. Поэтому помнить об этом стоит, и это на самом деле тот карт-бланш, с которым вы можете зайти в любую организацию, к любому лицу, грамотно, безусловно, предварительно построив эту коммуникацию, и получить то, что вам нужно. Поэтому, когда вы, например, идете в компанию, чтобы предложить им сделать какое-то совместное мероприятие, никогда не говорите, что вы приходите к ним ни с чем, и вы надеетесь от них что-то получить. От них вы, безусловно, что-то надеетесь получить, но ваш основной посыл должен быть следующий. Я, опять же, должен здесь исключительно фигура речи, безусловно, вы можете делать, как вам удобно, комфортно, и как вы привыкли. Я, скорее, вам рассказываю о том, что, как мне кажется, может помочь, а вы уже дальше будете эмпирически испытывать, насколько вам это близко или не близко. Вспомните, какие известные люди вас поддерживают, кто в свое время был или остается, или с кем вы ведете переговоры о том, чтобы он был вашим послом, амбассадором, евангелистом, называйте, как хотите. Наверняка такие люди есть. Вспомните о том, как о вас пишут СМИ. Блогеры. Блогеры, кстати, отдельная тема, к которой нужно очень тщательно присматриваться. Если про СМИ вы, как правило, знаете, потому что пользуетесь разными открытыми метриками, типа бренд аналитикса, гугл аналитики, яндекс метрик и всего прочего, то с блогерами гораздо сложнее. Здесь предстоит покопаться в социальных сетях, посмотреть, какие посты под вами оставляют те или иные пользователи. Многие из них могут быть не простыми пользователями, а какими-нибудь известными блогерами, влогерами и кем угодно. Загляните, как они говорят о вас и что они говорят о вас. Многие могут на самом деле быть тайно в вас влюблены, а вы об этом можете не знать. И ваша задача сделать так, чтобы они быстро перешли в разряд вашего ресурса, того, с которым вы сможете пойти в любую компанию, к любому партнеру и сказать, да, мы фонд, и мы не можем вложить ни копейки в эту историю, но мы приведем вам, и не обязательно называть какие-то суперизвестные имена. На самом деле, мода на просто имя, которым можно красиво блеснуть и, собственно, улыбнуться и получить все, что вы желаете. Больше такого нет. Это уходит в прошлое. Сейчас гораздо больший смысл имеют партнерство, возможно, не столь известными людьми с точки зрения какой-то публичности, публисити, а больше интеллектуальное партнерство. Это могут быть люди, которые просто хорошо делают свое дело и делают это каким-то образом вблизи вас в компании или в какой-либо, не знаю, медиасфере, где-то еще. И если вы умеете к этим людям подойти, правильно выстроить диалог и попросить их быть вашими агентами, волонтерами, представителями ваших интересов на каком-то событии или вообще в стратегической деятельности фонда, то это будет играть гораздо большую роль, чем просто предъявить один раз известную певицу, танцовщицу или кого угодно, которая вряд ли на самом деле будет долгосрочно заботиться о вашей репутации и вкладываться в ваш бренд. Поэтому не отчаивайтесь, если у вас нет прекрасных моделей и певиц в арсенале. Это на самом деле никоим образом не умаляет вашего ресурсного запаса. Поэтому, собственно, призываю глубже заглядывать в закрома. Там могут быть и люди, и ресурсы, в частности, ресурсы репутационные, про которые мы думаем вообще крайне редко. А репутация — это ровно то, что можно наработать годами и то, что мы зачастую можем проверить очень быстро, заглянув в поисковики, посмотрев, что о нас пишут в СМИ, посмотрев, как нас комментируют, кто нас перепощивает в разных соцсетях, как о нас говорят на профильных площадках, конференциях, форумах, другие некоммерческие организации, да просто проведя небольшой опрос по благополучателям, волонтерам, партнерам в других фондах, бизнес-партнерам, что вы о нас думаете, с чем вы нас ассоциируете, вот ровно так вы можете составить себе картинку той самой репутационной сусеки, которая у вас за спиной есть и с которой вы можете вполне себе идти и очень успешно выстраивать новые партнерства, новые отношения. Кто ваша цель? Это следующий вопрос, который мы себе задаем после того, как мы поняли и про быстроту, и про вкус, и про бесплатность. Здесь мы говорим про стейкхолдеров. Такое сложное слово, но на самом деле его уже все больше и чаще употребляют и в нашем с вами сообществе, и в других секторах экономики. У каждой пиар-истории должна быть цель. Поэтому я еще раз, ну я вообще как человек, который долгое время, многие годы писал стратегии для себя и для разных других организаций, опять же, призываю вас писать стратегию. Пусть она не будет, и она не должна быть каким-то огромным диссертационным листом на 80 страниц, убористым почерком, совершенно нет. Это может быть несколько страниц, которые вам будут пригождаться, вам и другим сотрудникам вашей организации, в том, чтобы сверять часы и понимать, с кем вы работаете, для кого вы существуете и на кого ваш пиар направлен. Здесь обязательно стоит помнить о том, что вы существуете не только для своих благополучателей. Безусловно, ваша уставная деятельность, программная деятельность, она нацелена именно на помощь к этим людям, но стоит помнить о том, кто вас поддерживает, кто вам дает возможность зарабатывать деньги, нарабатывать ресурсы, экспертизу, компетенции, чтобы быть еще более лучшей поддержкой благополучателям. Вот, собственно, для этих людей вам и надо вовсю стараться создавать правильный пиар, потому что пока они находятся рядом с вами, пока они в вас верят, пока вы им правильно коммуницируете, кто вы и зачем вы существуете на этом рынке, они не будут подписываться на пожертвования фонд, занимающийся другой тематикой, они будут оставаться с вами. Вот, собственно, ответ на вопрос, кто ваша цель коголит, это я призываю вас просто скопировать или перепечатать фразу и в поисковике найти. Это прекрасный ресурс когол.ит, который вы можете использовать, его можно использовать на русском языке совершенно спокойно, просто так называется сам ресурс. Это очень удобная диаграмма такого майндмэпа, которым я пользуюсь с большой радостью, и мне кажется, что это может стать вам чудесным подспорьем. Составьте в этой диаграмме, она совершенно интуитивная, и это первый удобный такой замах в сторону составления вашей стратегии, в частности, целевых ваших аудиторий для пиара. Ментальная карта позволит вам объединить всех стейкхолдеров, развести их по разным веткам и посмотреть, как вы с каждым из них работаете. Просто приведу пример. У любой из некоммерческих организаций наверняка есть самый такой высокий, наверное, наиболее юридический, оформленный пласт поддержки. Это попечительский совет, это какой-то экспертный совет, ряд таких обязательных надзорных органов, которые нам предписаны как некая поддержка, как некая консультационная дополнительная помощь. И это те люди, которые помогают нам принимать решения, которые либо мы хотим, чтобы такие люди были, не у всех они есть, но это в определенной степени стоит того, чтобы к этому стремиться. Вот, поэтому пропишите как одну из целей ваших инвесторов. Пусть немножко по-бизнесовому звучит, но немножко бизнес-лексики на самом деле нам всем с вами не помешают. Вспомните, посмотрите, кто ваш фонд поддерживает решениями, или консалтингом, или финансовой, или какой-то помощью. И продумайте, как вы общаетесь с ними для того, чтобы они продолжали это делать. Потому что, кто его знает, нам сейчас может казаться, что мы все делаем правильно, а если вы в какой-то очередной момент зададите вопрос вашим донорам, насколько им комфортно с вами работать, вы можете на самом деле с такой же, точно, с таким же процентным соотношением получить ответ, хотелось бы большего понимания, хотелось бы знать, чем мы вам можем еще помогать, хотелось бы большей четкости структуры. И вот это все на самом деле тоже вопрос пиара. Вот еще раз, просто мы вначале не определяли понятие пиар, я все-таки считаю, что мы здесь с вами собрались, я, возможно, даже менее опытна, чем большинство из вас, хотя бы в силу того количества времени, которым я этим занимаюсь, вот, поэтому не считаю правильным и вообще в праве себя определять это понятие для вас, каждый определит его по-своему, но для тех из вас, кто пока еще думает, что пиар это, чтобы ОРТ рассказали, Вести, Ру написали, и все знаменитости и звезды региона обязательно сказали, какой классный проект, да, это, конечно, вершина, и это, это просто чудесный исход, но пиар, он гораздо более тонко, медленно и глубже течет, а то, что, собственно, мы привыкли видеть, как хороший пиар, это в основном такая маленькая вершинка айсберга над водой, под которой лежат сотни и сотни до этого сделанных очень важных тонких шагов, дипломатических разных вылазок, и вот как раз про этот пиар мы сегодня с вами и говорим, вот чтобы эти дипломатические вылазки оканчивались какой-то правильной грамотной коммуникацией, которая нужна вам, продумайте прежде всего с кем вы коммуницируете, а дальше уже поймите, что им важно делать, и, кстати, вот эти все доноры, условно, инвесторы, с которыми вы, как правило, привыкли встречаться в основном на отчетных собраниях и прислушиваться к которым вы привыкли только по стратегически важным вопросам, они в целом могут для вас стать очень хорошим креативным звеном и тоже своего рода ресурсом, потому что если, например, вас поддерживает какой-то крупный бизнес-компания, если вы задумываете устроить мероприятие, которое должно привлечь больше бизнес-компаний, делегируйте, пусть вы будете здесь скорее на втором плане, а заниматься именно выстраиванием коммуникации, выстраиванием сценария нужной вам встречи, будут люди, которые хорошо знают этот сектор и которые гораздо лучше, чем вы, смогут продумать все подводные камни, все тонкости и сделать это как можно более деликатно. Поэтому используйте это тоже как ресурс. последний на этом слайде буллет герой Грандам Грассиоса Инженю, какие-то из этих слов я надеюсь вам знакомы, я просто вчера, например, узнала, что есть еще и амплуа Грассиоса, до этого я про него не знала и вообще я узнала, что их порядка 16 базовых только типов. Это, собственно, театральные амплуа, которые издревле использовались еще барочным средневековым театром и мне очень просто понравилась эта метафора. Мы ведь все с вами начнем с того, что, как уже написали некоторые из вас, делим функцию пиара с еще рядом функция, это уже по меньшей мере разная амплуа, потому что то, как ведет себя пиарщик и то, как ведет себя директор боготворительного фонда, это суть разные подходы, разные форматы общения, разные компетенции. Но дело даже не только в непосредственном функционале, дело в том, что пиар для каждой целевой группы он разный. С инвесторами вы идете говорить одним образом, и это пиар. С широким сообществом условно выходить в парк, собирать толпы людей, рассказывать им о том, почему не нужно бояться ВИЧ-инфицированных людей, и насколько мы все заблуждаемся, думая, что получить инфекцию можно через условно воздушный поцелуй, вести вот такую пропагандистско-просветительскую в очень хорошем, в очень мудром, в очень правильном смысле этого слова деятельность, это все совершенно разные ваше амплуа. И продумать их нужно тоже заранее, заведомо, потому что, как правило, нам приходится в таком многоликом янусе, в такой вот модели поведения жить постоянно. Подумайте, какими вас должны, не хотят, а должны видеть, как вы это закладываете, разные группы населения. Если вы хотите, чтобы вас воспринимали как фонд, который всегда знает и все знает о своей целевой группе, например, вы работаете в теме сиротства, и вы совершенные доки в этой истории, вы ведете школу приемного родительства, вы знаете все про социальное сиротство, вы знаете, как усыновлять детей, как правильно выстраивать коммуникацию с ребенком подросткового возраста, как вводить его в различные социальные группы, коллективы. Ну, то есть, вы, безусловно, эксперт в этой области, это то, как вы себя позиционируете. Продумайте, в каком формате вы будете доносить эту свою экспертную роль, в каком амплуа вы будете ее доносить, до каких целевых групп. Потому что, возможно, приемным родителям как раз гораздо важнее узнать про все тонкие терминологические изыски, которыми вы владеете, так они скорее поверят вам и захотят к вам обратиться, потому что поймут, что на вас можно положиться. А вот, например, каким-нибудь блогерам или журналистам, которые бы вы хотели, чтобы о вас писали, может быть, стоит в большей степени говорить не про разницу между какими-то тонкими особенностями сиротских систем в России и за рубежом, а может быть, стоит говорить в целом о том, какая социальная проблема в России сейчас существует с сиротством, какие цифры, какие сходы, как мало детей принимаются в семьи и как много возвращается и получается история с вторичным сиротством. Думайте о том, с какими посылами и с каким, в каком формате, в каком амплуа вы идете каждой из своих целевых групп, именно целевых групп пиара. Надеюсь, немножечко разобрались. Если у вас возникают вопросы, давайте так определимся. Я сейчас слежу за временем и я... У нас есть с вами полтора часа, в 12 я закончу, обещаю вам, со слайдами и у нас будет полчаса на то, чтобы задать все вопросы. Вы можете писать их уже сейчас, но чтобы нам просто не запутаться, имеет смысл, наверное, вам их где-то себе отрефлексировать, записать и в эти полчаса, которые у нас останутся, мы один за одним эти вопросы разберем. Следующий мой... Видите, мои слайды, меня специально Роксана попросила сделать слайды, что я вообще делать очень неохотно люблю, вот, поэтому они у меня очень немногословные и пользоваться ими можно, к сожалению, только с моей помощью, я так чувствую, вот, потому что просто показать это человеку и понять, как он это расшифрует, достаточно рискованно, вот, но я надеюсь, что все-таки какие-то смыслы для вас, да, спасибо Игорю за комментарий про вопросы, какие-то смыслы, я надеюсь, у вас как ассоциативные такие ряды останутся с каждым из моих посылок. Вопрос, который я сейчас задаю себе, вам и всем, это, что в работе НКО требует пиара. Это вопрос на самом деле очень сложный, потому что часто у нас заносится рука над клавишей отправить, опубликовать пост на Фейсбуке, и мы думаем, а стоит ли об этом писать, как об этом писать. Вот на самом деле как, это хороший вопрос, стоит ли, этот вопрос нужно решать, я боюсь, опять же, с самого начала. Когда вы только начинаете формулировать пиар-стратегию, определите о том, насколько вы открыты и готовы ли вы, например, рассказать о вашем неудачном опыте, который случился и который многие не решаются вынести на публичное обозрение, а вы, например, сочтете, что миссия вашего фонда рассказывать абсолютно обо всем, что происходит, делать это без обвинения третьих лиц, что на самом деле большая в некоммерческом секторе точно большая проблема, мы часто склонны, не подумав, начать в ближайший свой круг громить какими-то обвинениями, делать это все в переписке публичной где-нибудь на Фейсбуке и ВКонтакте, я очень часто вижу такие истории между разными фондами, и вот это как раз проблема анти-пиара для всех, потому что вроде бы вы, многие подумают, выходите из образа такого закрытого, что-то скрывающего агента, и вы начинаете открыто дискутировать, поднимать какие-то темы, безусловно, открытое обсуждение приветствуется, но представьте, что внешний пользователь, который в данный момент решает, стоит ли ему жертвовать на благотворительность, открывает переписку на Фейсбуке где-нибудь под каким-нибудь постом двух фондов в регионах, которые занимаются, пожалуй, являются самыми известными в этом регионе, и поэтому нам некуда с вами уйти от ответственности, мы не можем прикрыться какими-либо другими организациями, потому что все знают, что этой темой в этом регионе занимаемся только мы, и вот такой жертвователь потенциальный видит, что один фонд обвиняет в другой в непрозрачности, тот пишет ему, что вы сами мошенники, может быть, вы сейчас подумаете, что я немножечко преувеличиваю, но я эти истории, правда, часто вижу, и я уверена, что те, кто занимаются пиаром именно с точки зрения аналитики, кто собирает статистику по социальным сетям, отслеживает поисковые запросы и все прочие прелести, тоже наверняка видел, когда это происходит, и когда это хотелось бы скорее вынести в как можно более личное пространство и разрешить вопрос там, а не показывать всю нашу подноготную людям, которые на самом деле должны видеть, насколько мы в целом системной работой занимаемся, насколько в целом нам можно доверять, безусловно, все мы делаем ошибки, безусловно, есть какие-то сложности внутренние, есть какие-то противоречия, это сопровождает любую работу, а тем более нашу тонкую социальную, и здесь важно найти границу, о себе вы можете писать все, что хотите, и это вы можете определить совершенно точно, закрепить вашей стратегией, все взвесить, проконсультироваться, и у вас будет четкое руководство, рекомендация для себя и для всех сотрудников фонда, что мы, например, не скрываем, если мы что-то не сделали или сделали не так, мы скорее призываем поговорить об этом, приглашаем наших же жертвователей вместе подумать, как выйти из ситуации, тем самым мы разделяем ответственность между собой, тем самым мы вовлекаем в диалог, создаем некую общую ценность, вовлекаем людей, которые нам близки в решение общей важной проблемы, и при этом мы не теряем ощущение собственной значимости, нужности, мы не показываем за счет кого-то другого, что мы лучше или хуже, вот это как раз уже вопрос лучше, хуже и между собой, чек, который выносить за пределы фонда не стоит, за пределы любой, на самом деле, организации, поэтому ответ, который я в принципе подготовила на этот вопрос, но который каждый из вас сможет порефлексировать сам и придумать, как вы на него ответите, это все или почти все, то есть посыл мой основной в том, что вы для себя должны определить, насколько вы открыты и какую информацию вы коммуницируете, но исходите лучше не из массы ограничений, потому что ограничения, они всегда есть, но мы живем с вами увы или к счастью в век, когда люди не успеют родить ребенка, а уже выкладывают все его фотографии, все хэштеги и потом этот малыш вырастет, ему будет 17 и он вдруг увидит, что все его одноклассники могут отследить по хэштегам первый его поход на горшок и первую его самостоятельную ложку каши, не уверена, что всем нам хочется в 17 лет внезапно это осознать, но будущее поколение живет именно так, а мы с вами должны все-таки быть в тренде и как-то встраиваться в эту волну, поэтому понимайте и признавайте, что без публичности никуда и публичность это по сути каждодневная история, это не два раза в месяц сделать огромные бумы и сорвать куш на всех федеральных каналах и федеральных сайтах прессы в стране, но это ежедневное заявление, ежедневная проверка себя на прочность, на соответствие собственным ценностям и ежедневное просвещение всех стейкхолдеров, которые вокруг вас находятся и которые вам важны, о том, что вы делаете и зачем вы вообще существуете. Идем дальше. Отсутствие ресурсов тоже ресурс. это определенная загадка, но я сразу вас обрадую, что для меня это утверждение больше, чем вопрос. Мы уже об этом вначале с вами говорили про бесплатность, что бесплатность, как правило, это фикция, это то, что часто ставит нас в определенные рамки, очень сильно суживает наш интерес, потому что мы привыкли осознавать, что мы находимся в постоянном дефиците. Да, это так, но из этого дефицита можно выходить по меньшей мере через правильное позиционирование. Его можно конвертировать во что-то большее, во что-то нематериальное, но на самом деле в конце дня мы понимаем, что деньги это самый как раз неликвидный ресурс в плане репутации, потому что многого на этот ресурс не купить, а вот ресурсом грамотного попечителя правильного просвещенного донора лояльного волонтера этот ресурс уже гораздо более ликвиден, гораздо большей способностью обладает вас каким-то образом вывести в правильное пиар-пространство. Как осознать ваш ресурс, мы уже немножечко об этом поговорили, но здесь на самом деле мой самый главный посыл, вот так вот он смешно может быть называется про бедную но благородную вдову, это всем нам известная чеховская по-моему еще фраза, вдова была бедная но благородная, здесь я на самом деле хочу сказать очень простую вещь, да, мы часто не обладаем ресурсом, который позволяет нам взять просто и организовать то, что нам нужно, мы вынуждены любое, даже самое небольшое действие совершать с привлечением огромного количества людей, это к сожалению реальность МКО, но думайте об этом как о неком вашем преимуществе, думайте о том, что вот компания, не знаю, Volkswagen, сейчас совершенно просто из головы беру, решила провести рекламу какого-нибудь своего нового автомобиля, и все, что ей нужно, это просто пойти и взять, выделить креативную команду, заплатить им, выделить сумму из бюджета, и вот они сделали, запустили, и на какой-то весьма широкий, но достаточно неочевидный круг аудитории, это все прекрасное ушло. Мы же с вами планируя даже не столь масштабную, не рекламную, а гораздо меньшего масштаба акцию, привлекаем сразу, мы вынуждены это делать, привлекаем и средства массовой информации, потому что нам важно убедиться, что они смогут эту информацию донести до своих читателей, зрителей, кого угодно, мы сразу обращаемся к партнерам из бизнеса, потому что мы понимаем, что нам нужны их ресурсы, мы вынуждены вовлекать зачастую государственные органы, потому что где-то нам нужна законотворческая помощь, где-то нам нужно просто административным ресурсом попользоваться, и вдумайтесь в это, мы вынуждены делать то, что в конечном итоге нам дает фантастический эффект, потому что мы не просто создаем событие, к которому в результате мы и стремимся, но мы вовлекаем в это событие ровно всех тех, кто нам нужен в нашей повседневной, каждодневной деятельности, мы создаем некую вот эту разделенную ценность, shared value, что сейчас принято и модно везде и всюду употреблять, но на самом деле это не пустые слова, мы не сами делаем что-то, что принесет нам какую-то маркетинговую выгоду или даст нам дополнительную прибыль, а мы создаем волну, мы приглашаем поговорить о важном всех тех, кто будет в дальнейшем вести эту правильную пропаганду на свои круги, и мы тем самым не оставляем равнодушными ровно никого, поэтому я очень вас призываю, даже когда у вас вдруг внезапно оказывается, что ресурс есть сделать что-то быстро самому, не пренебрегайте вовлечением как можно большего числа людей, в общественный диалог, в придумку тех решений, которые наибольшим образом позволят эту акцию превратить во что-то значимое, потому что эти люди в конечном итоге будут являться вашими амбассадорами, даже неосознанными. Про репутацию. Это важный пункт, он важен ровно потому, что мы уже в начале, с самого начала об этом говорили, мы не всегда осознаем репутационные наши резервы, ресурсы. Это очень, вообще пиар трудно измерять, но это отдельная тема, может быть мы как-нибудь с Роксаной продумаем, мы проведем отдельную встречу по тому, какие критерии, показатели, измерители, KPI, как угодно, важно встраивать в пиар, чтобы эта деятельность была для вас не просто пшиком, а четко осознаваемой четко структурированной и приносящей плоды. Так вот, почему репутация это Google? Потому что никто лучше, чем Google, вам не скажет, какой репутацией вы обладаете. Измерить ее невозможно, кроме как собирать огромные массивы данных и смотреть на них как можно более пристально, с разных сторон. Я вам приведу пример. Наш фонд занимается разработкой видеомультимедийных различных продуктов, проектов. Это делает наша информационный портал «Такие дела», у него есть собственная группа спецпроектов. И задача каждого из этих спецпроектов поднимать особо сложные темы в каком-то общественном пространстве, общественном дискурсе, темы, которые, как правило, просто так никто освещать не будет. Я уже упоминала ВИЧ, упоминала неспроста, потому что это тема, которой мы уже давно занимаемся и сделали один спецпроект и планируем еще несколько. А вот собственно кейс, который я хочу привести, это День Бездомного Человека, который мы проводили не так давно, это было в конце марта, 27 марта, мы объявили всей стране, что теперь в России есть собственный День Бездомного Человека, потому что в октябре празднуется международный, но как-то в России он не приживается, да и международный он на самом деле не вполне, он американский, и сайт Дня Бездомного Человека, который придумала какая-то американская некоммерческая организация, с 2005 года не обновлялся, поэтому мы как минимум подумали, что повод есть, стоит за него зацепиться и стоит это сделать. То, что мы провели, было весьма для нас неожиданно, потому что мы вовлекали и медийные площадки в разговор о бездомности, мы призывали людей писать истории о том, как они переживали этот опыт, почему они боятся или не боятся помогать бездомным, что они думают о людях, живущих на улице и о том, с чем они сталкиваются, почему зачастую им легче помочь детям в детском доме, чем пригреть человека, который живет на улице. Все эти вопросы мы пытались по-разному встраивать в наши коммуникации и в результате мы увидели, что люди даже не напрямую отсылаясь к нашему проекту, внезапно начинают писать много позже собственно уже прошедшего дня бездомного человека, начинают вдруг вспоминать, каких бездомных людей они в жизни знали, а кто из них возможно даже таким образом потерял близкого человека, который по той или иной причине ушел на улицу. и мы начинаем понимать, что те изначальные посылы, которые мы отправляли, они воспринимаются настолько глубоко и персонально разными аудиториями, что люди начинают и без нас испытывать потребность в том, чтобы об этом говорить. И вот собственно про репутацию это гугл, смысл здесь был сказать вам о том, что когда вы продумываете все свои ходы, когда вы продумываете, как вам правильно выстроить свою репутацию, как вам правильно рассказать о себе и сделать себя запоминающимся среди разных целевых групп, помните о том, что именно вот такая вот хаотичная коммуникация, даже не ваша с аудиториями, а внутри аудиторная по вашему посылу она играет колоссальную роль. Вы вбрасываете какой-то информационный повод и здесь люди начинают об этом говорить. Вот как вы это сделали, насколько правильно, насколько в нужные социальные сети, насколько в нужном формате вы этот повод вбросили, настолько вы потом сможете увидеть правильные результаты. Я, например, в этом году поняла, что по меньшей мере под подобные проекты, именно спецпроекты мультимедийные на какие-то сложные социальные темы, я буду закладывать критерий, который звучит примерно так. Это дискуссионность поста в социальной сети. Что я имею в виду? Я никогда не думала об этом, но люди у нас стремятся не только перепощивать и лайкать то, что им понравилось, но гораздо большим показателем эмпатии, гораздо более сильной реакцией на происходящее является то, что они просто в собственном фейсбуке вдруг начинают, увидев, что вы делаете, писать, что они об этом думают, и даже не о вас, и не о конкретно вашем событии, а начинать размышлять о теме, над которой вы трудитесь. вот это для нас самый большой, как мне кажется, показатель такого воспитания, что ли, просвещения, образовывания нации, с которой мы с вами работаем. Это ли не персонализация посыла? Мне кажется, что вполне, и это показывает, что мы не просто создаем в узкой какой-то профессиональной группе тусовки определенную волну и вместе ее поднимаем, а что мы эту волну пускаем гораздо дальше, и мы стремимся к тому, чтобы она мелкими брызгами разлеталась по самым разным аудиториям. Как отследить эту гугловость, как понять, как посмотреть, что вы достигли этого результата? Чаще делайте замеры, отслеживайте все, что о вас пишут под любыми вашими постами, все, что упоминает ваши имена, все, что вообще пишется на тему, которой вы занимаетесь, это тоже некий косвенный пиар, но вы не можете знать до конца, насколько вы виноваты в том, что вдруг все заинтересовались вашей целевой группой или какой-то другой фонд. Даже если не вы этому виной, используйте это в своих целях тоже. Попробуйте связываться с людьми, которые вы видите заинтересованно настроены по отношению к вашей теме, заговаривайте с ними о том, почему они стали интересоваться. Пробуйте узнать, что их на это сподвигло, и, может быть, таким образом вы сможете правильнее формулировать все свои дальнейшие посылы. Ну, и, наконец, финальная такая, финальный мой месседж, который я вам пошлю, прежде чем радостно надеюсь начну отвечать на вопросы, если они у вас будут. Это вам предстоит вздохнуть и смириться, если вы еще этого не сделали, потому что пиар это не работа, это ваша личная жизнь. Пиар это про то, чтобы сидеть в самолете, летя в отпуск и радостно думать, вот, наконец, я хотя бы увижу деревья Крыма в этом году, и при этом понимать, что если рядом с вами сейчас приземлится человек, и вы услышите, что он работает ровно там, где вам нужно, с кем вам нужно подружиться, забыть быстренько про все ваши планы надеть купальник и быстрее бежать на пляж, выяснять, где он остановится и где вы сможете с ним пересечься, и начинать активно вовлекать его в разговор, потому что другой такой возможности у вас может не быть. Вот, поэтому придумайте, тем не менее, как вам получать удовольствие и находить моменты какого-то единения душевного с природой, с семьей, с самим собой, но смысл моего посыла не в том, чтобы вам прекратить существовать и жить всю оставшуюся жизнь на работе, совершенно нет. Просто стоит понимать, что пиар это действительно каждодневное общение со всеми целевыми группами, которые вокруг вас есть, и это ежедневное утверждение ценностей, которые вы несете, потому что ценности, которые у каждого из фондов есть, они на самом деле самые потрясающие, самые глубокие, самые нужные, и, как правило, эти ценности не для всех очевидны, поэтому ваша задача сделать так, чтобы все узнали, прониклись и начали как можно больше интересоваться и помогать. Вот, на этом я завершаю свою такую бурную теоретическую докладовость, и буду очень рада ответить на вопросы, надеюсь, что это будет для вас насущно. Пока вопросов не вижу, немножечко подождем, или я просто не там смотрю, давайте я попробую, а вот я вижу, что вопрос какой-то есть, ага, вот от Галины как раз, спасибо большое, прошу вас осветить позитивные примеры работы с ящичками по сбору пожертвований, насколько можно эффективно их использовать и достаточно ли одной причины сбора средств. Галина, я, к сожалению, с ящичками работаю постольку-поскольку очень редко, в целом я с оффлайн мероприятиями как раз вторичным образом взаимодействую, я в большей степени верю в диджитал, в онлайн, но на самом деле мне кажется, мы точнее вы строите вопрос несколько уже, чем он есть. Ящички же по сути это инструмент. Как вы собираете деньги, куда условно они кладутся, это один вопрос. Здесь важно понять, где вы их ставите, насколько вы к ним привлекаете внимание и насколько это близко вашей аудитории. Условно, если вы имеете дело с молодежью, которая вся заходит с телефонами и у них там все, включая кредитные карты, то, наверное, ящики сейчас это все-таки метод чуть более подходящий в прошлое, потому что здесь не совсем понятно вот этот вот переход между опусканием денег корзинку и получением какого-то понятного эффекта. Когда мы условно перечисляем деньги на вашем сайте, на вашей странице, у вас есть возможность отправить сразу благодарность и какой-то мини-отчет о том, как мы эти деньги планируем использовать. Можно сразу написать, что сумма, которую люди положили, на самом деле позволяет вам сделать. Например, спасибо вам за ваши 500 рублей, вы знали, что на эти 500 рублей мы сможем уплатить час работы психолога с семьей, которая находится на грани изъятия ребенка. И, возможно, несколько таких сессий позволят эту проблему избежать. Я надеюсь, я сейчас правильно, точнее, понятно изъясняюсь, я просто пытаюсь показать, что ящики и вообще вся оффлайновая сборка денег, к сожалению, сейчас она в меньшей степени персональна, и она не позволяет людям как раз прочувствовать, проследить, какую роль они играют в процессе помощи. Поэтому, честно вам скажу, если есть возможность разрабатывать другие формы пожертвования, пробуйте это делать. Если же ящики все-таки для вас наиболее актуальны, такое бывает, нет достойных банков, не получается выстроить систему онлайн-пожертвований, люди, в конце концов, в вашем регионе, например, привыкли использовать наличные, продумайте, как вы будете коммуницировать с теми, кто будет деньги опускать. Даже люди, которые хотят остаться анонимными и просто положить деньги, уйти, ни в коем случае не бравируя тем, как они помогли, все, абсолютно все хотят узнать, что они делают это не зря, не впустую. Поэтому подумайте, может быть, в ответ на сбор пожертвований люди будут получать от вас или от кого-то, кто стоит рядом с этим ящиком маленькую бумажку, флайер какой-то что ли со словами благодарности. И вот как раз ровно с тем, что я сейчас писала, с рассказом о том, что мы будем делать дальше. Если у вас возникнет интерес, напишите или позвоните нам по такому-то имейлу, телефону, мы расскажем вам о том, как движется эта сумма и как мы из нее создаем вот ту самую пресловутую ценность для наших целевых групп. Поэтому здесь вопрос действительно только про инструментарий, но мой совет, если вы можете выйти за пределы привычного и придумывать какие-то свои формы, нестандартные методы, именно не столько сбора следов, это все-таки нас каким-то правовым образом еще ограничивает, но именно взаимодействие с тем, кто эти деньги дает, чтобы он захотел дать еще и еще и посоветовал другим, вот тогда вам стоит подумать, может быть, немножечко расширить эту рамку. Надеюсь, на вопрос хотя бы частично ответила. Смотрю следующий вопрос Оксаны. Как вы относитесь к использованию директ-мейла в деятельности НКО? Оксана, мне очень неловко, а вы можете мне объяснить, что такое директ-мейл? Потому что я, по-моему, этого термина не знаю. Может быть, я просто не так давно в теме. Вот. Да, Галина, спасибо. Да, я, правда, возможно, сейчас мне как раз и ценно с вами общаться на этапе, когда я только вхожу в это поле, будучи таким опытным бизнес-человеком, прежде всего, в прошлой своей жизни, потому что я очень остро сейчас чувствую, рефлексирую и переосознаю все то, что раньше думала о деятельности НКО. И для меня сейчас все эти находки, все эти нюансы, которые я для себя открываю, они позволяют мне, может быть, чуть более свежо смотреть на вещи. Так, Оксана, давайте я посмотрю сейчас, что такое директ-мейл в сети, чтобы не разочаровывать все-таки. А, прямая адресная рассылка. Да, вот это я как раз использую, в смысле, этот термин, а вот директ-мейл почему-то раньше мне не приходило в голову, что это калька. Окей, смотрите, еще раз, инструменты хороши любые. Прямые рассылки, ну, это так же, как я не знаю, насколько вы в рекламной теме глубоко, но есть понятие ATL и BTL. Это above the line, below the line, что называется, реклама, к которой мы привыкли как к большому условно потоку информации для очень большого круга лиц, это как раз ATL, когда мы вешаем, простите, русский язык сегодня что-то страдает, подвешиваем, лучше так, какой-то огромный баннер над МКАДом или там над другим каким-то шоссе, и думаем, вот кто увидит, тот увидит. Вот это один вопрос. Если же вы все-таки хотите таргетно взаимодействовать, целево взаимодействовать с своей аудиторией, то здесь важно даже не столько отсылайте вы им рассылки, не отсылайте. Рассылки для общения с тысячами ваших подписчиков, рекурентов, доноров, жертвователей, кого угодно, это на самом деле чуть ли не единственный способ, потому что где вы еще их объедините и сделаете это столь же эффективно, как не через рассылку писем. Но задача, наверное, продумать контент правильно, того, что вы им отсылаете. У нас был, вот сейчас просто тоже расскажу сразу, я больше люблю на примерах, у нас есть издание, уже упоминало такие дела у нашего фонда, и мы используем огромное количество разных каналов коммуникации, телеграм, фейсбук, инстаграм, вконтакте одноклассники и все прочие, которые нам доступны, но мы в частности всегда делаем рассылку на еженедельной основе, рассылка эта посвящена лучшим текстам, которые за неделю были опубликованы на портале «Такие дела», и лучшие они не потому, что мы так решили, а потому, что так решил кто-то из близких нам людей. Вот, например, на прошлой неделе эту рассылку писала я вместе с нашим руководителем новостного отдела, и моя задача была, зная, для кого мы эту рассылку пишем, эти люди могут не быть нашими жертвателями, но большинство из них нас читают, и для нас это наиболее лояльная аудитория именно с точки зрения просвещения. Да, мы вряд ли можем просить у них денег, но, скорее всего, эти люди будут настолько восприимчивы и настолько эмпатичны в отношении любого сложного социального дискуссионного предмета, который мы будем поднимать, что на них мы можем рассчитывать в плане распространения информации о том, что нам нужно по дальнейшим своим каналам. Поэтому нам они важны именно с точки зрения вот такого амбассадорства, они нам важны как послы, как те, кого мы просвещаем и на кого мы надеемся. Поэтому моя рассылка была, возможно, чуть более провокационной, чуть более, чуть меньше, наверное, про результаты нашей работы как фонда и скорее про то, как в последнее время у нас разворачиваются разные социальные темы, почему мы так много пишем о мигрантах, об ЛГБТ, о людях, которые попадают в подполитическое преследование или в заключение по причинам, которые мне кажутся совершенно абсурдными и неведомыми. Вот такие насущные темы, разговоры, доверительные на самом деле очень дискуссии с нашей аудиторией, они преображают эту рассылку и поверьте мне, после того, как мы сделали ее вот в этот раз с моей помощью вот такой немножечко провокационной, дискуссионной, я получила большое количество писем и даже не только из нашей страны, а мне написало одно французское издание, что они все оказывается нашу рассылку читают и с радостью прочитали о том, как мы открыто и, наверное, вот так вот смело позиционируем себя по каким-то социальным направлениям, в которых зачастую, о которых зачастую СМИ не пишут. Вот, это просто пример, это не бравада ни в коем случае, мы просто такой скромный и честный кейс, который можно разобрать, вас я просто призываю всегда останавливаться, прежде чем вы нажимаете отправить рассылку и еще раз думать, кому вы ее отправляете и зачем, что вы хотите по итогам получить, не пытайтесь в нее впихнуть весь поток информации, который у вас есть. Вот, кстати, еще один, чтобы все-таки вы не думали, что я пытаюсь здесь исключительно нас приводить в примеры, я совершенно влюблена в рассылку Лены Ольшанской, ее фонда волонтеров помощи детям-сиротам, мне кажется, она гениальна, и я ни у кого другого такой рассылки не видела. У меня такое ощущение, что они говорят лично со мной, я не знаю, как они это делают, подпишитесь на них и просто почитайте, они пишут мне то, что важно мне, они пишут про людей, которые, не людей, которым условно помог фонд, а людей, которые помогли в этом фонде другим людям, то есть я вижу работу внутреннюю, я вижу профессионалов, я вижу, как они борются, через что они проходят, я вижу какой-то процесс, я вижу интеллектуальный вклад фонда, я вижу картину системности какой-то, понимаете, потому что мы часто грешим тем, что пытаемся заинтересовать всех наших, вернее, не заинтересовать даже, мы априори полагаем, что всем донорам и жертвователям интересно только одно, сколько детей, я сейчас очень огульно, просто чтобы примитивизировать и упростить этот пример, сколько детей получили операцию или образование или что-то еще с нашей помощью, на самом деле это мы себе привыкли говорить подобные вещи, это мы себе привыкли навязывать позицию, что донор не настолько рефлексирующий мыслищ, что ему интересно что-то большее, а попробуйте его, что называется, вызвать на разговор, попробуйте показать ему что-то еще, что стоит за деятельностью вашего фонда, попробуйте рассказать как вы работаете, расскажите, что вот я знаете, сегодня пришла на работу и вдруг осознала, что я и пиарщик, и директор фонда, и еще мне сегодня нужно понять, как быстренько заняться фандрайзингом, потому что у меня нет возможности нанять фандрайзера, и вот при этом я вам пишу рассылку еще и параллельно вдобавок ко всему, потому что мне важно вам рассказать, что я с вами, и я хочу, чтобы вы оставались рядом, и мне важно вам доверять. Вот все эти честные признания, все эти внутренние истории, они куда более интересны, чем просто заваливание доноров цифрами, буквами, какими-то такими смыслами, которые возможно кажутся полезными, интересными только нам. Вот. Ох, вы уже ждете вебинар про метрики KPI, FPR. Роксана, я это сказала очень так походя, но ловите меня на слове, значит, буду делать про KPI, FPR. Наверное, с какой-то паузой, чтобы, во-первых, успеть их подсобирать, и чтобы кейсы были поинтереснее, пошире, ну и чтобы вы от меня не устали. Вот. Галина, большое спасибо за высокую оценку. Мне, я на самом деле сегодня в каком-то совершенно диком состоянии, потому что я не спала всю ночь, не потому что даже я волновалась, а просто так случилось. Вот. Поэтому я сегодня редкостно мало шучу, обычно меня веселее слушать. Но я надеюсь, что, по крайней мере, структуру какую-то я вам преподнесла. Ну что же, если вопросов больше нет, то, наверное, завершаем понемножку. Коллеги. Да, Кристина, большое спасибо. Было очень интересно, правда, очень познавательно. Вот даже вот и каждый раз, когда я думаю, что, ну, всегда взгляд все-таки человека, который и там, и там уже теперь, можно сказать, поработал, это очень важно и ценно. Я думаю, что действительно мы обсудим потом в дальнейшем дату, да, то, что ты анонсировала. А следующую тему, следующий вебинар взаимодействие с бизнесом у нас будет через две недели, и мы чуть позже пришлем всем участникам, которые постоянно слушают наши вебинары, информацию, какая будет следующая тема. Поэтому оставайтесь с нами. Кристина, большое спасибо. Надеюсь, что не последний раз ты наш гость. спасибо. Зовите еще. Ох, мне самой нужна эта надежда. Спасибо. Хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok